Дальневосточный федеральный университет Гордость Приморья Учителей необходимо избавить от бюрократии А стандарты образования конкретизировать Знаковые заявления Дмитрия Ливанова Сделаны на этой неделе РАН ждут реформы В Российской Академии Наук Изменят структуру руководства К звездам в Казани появится космический центр На этой неделе министр образования и науки Дмитрий Ливанов Начал деловую поездку по регионам России Маршрут Приморский и Хабаровский края Ленинградская и Калужская области А также Республика Ингушетия По пути следования Дмитрий Ливанов Делает фотографии и знаковые заявления Одним из первых пунктов назначения Стал Дальневосточный федеральный университет Кампус на острове Русском По словам представителей университета Кампус ДВФУ министру понравился Министр отметил, что наследие саммита можно будет использовать И только университету для научной и исследовательской деятельности Но и для проведения различных мероприятий Конгрессно-выставочных, как региональных, так и международных Особенно министр отметил, что опыт ДВФУ в развитии Сынческого городка можно применять в строительствах Кампусов и дальше по стране Так, например, опыт переезда университета Опыт создания социально-бытовой инфраструктуры Опыт создания кампусной среды Поскольку кампус ДВФУ это единственный университетский кампус в России То наш опыт, он будет такой незаменимый для всей страны И его можно будет применять в последующем В Дальневосточном федеральном университете Дмитрий Ливанов провел педагогическое заседание Одной из тем стал единый государственный экзамен По словам министра, систему ЕГЭ нужно разгрузить Возможно, что в недалеком будущем Школьники смогут сдавать этот экзамен в течение учебного года Цитата «Будет переход на возможность сдачи ЕГЭ в течение всего года В 11 классе и после 10 класса А не только в узко ограниченный период времени в мае-июне Чтобы школьник имел возможность сдать экзамены По предметам, изучения которых он завершил» Конец цитаты Переход на новую систему сдачи ЕГЭ Займет, по словам министра, 2-3 года 22 августа министр образования и науки Дмитрий Ливанов Встретился с педагогами Хабаровского края Здесь он пообещал учителям снизить бюрократическую нагрузку И избавить их от бумажной волокиты На заседании обсудили и проблему федеральных госстандартов образования По словам министра, они сформулированы слишком абстрактно И их необходимо конкретизировать Стандарты для начальной школы уже опробированы и действуют Но и в них будут вноситься изменения Главный действующий критерий при этом – результат образования Что касается стандартов для старшеклассников То в отдельных школах он может быть реализован уже в 2013 году Причем именно Хабаровский край готов стать пилотной площадкой В ГОС для всех ждет школьников в 2020 году Стандарт позволяет ученикам выбирать, какие предметы изучать в 10-11 классах А также вводит третий обязательный ЕГЭ по иностранному языку Кроме того, появится понятие обязательных учебных предметов Это русский язык и литература, иностранный, математика, история, физкультура И основы безопасности жизнедеятельности Также новый стандарт предполагает дополнительные учебные предметы и курсы по выбору В Хабаровске обсудили и проблемы высшей школы В частности, министр сообщил, что вопрос сокращения и оптимизации вузов Будет решаться с учетом итогов их работы за последние годы Напомним, в ближайшее время государственные вузы ожидают сокращения на 20% На данный момент Министерство образования и науки проводит мониторинг университетов Его завершат к 15 сентября А к 1 ноября собранные данные проанализируют и подведут итоги Решения о сокращении вузов будут принимать по согласованию с региональными властями Начался прием заявок на участие в ипотечной программе «Молодые ученые» Данный продукт предоставляет агентство по ипотечному жилищному кредитованию, созданное правительством России Воспользоваться программой может молодой ученый в возрасте до 35 лет Для докторов наук не более 40 лет Являющийся сотрудником Российской академии наук Федерального университета Или университета, которому присвоен статус национально-исследовательский Молодым ученым предоставят возможность приобрести собственное жилье уже в начале карьеры Получив в кредит гораздо большую сумму, чем могут позволить их сегодняшние доходы График платежей предусматривает увеличение суммы ежемесячного платежа По мере роста платежеспособности заемщика Заявки принимаются на сайте агентства до 1 октября 2012 года РАН ждут реформы Такой вывод можно сделать после пресс-конференции представителей Российской академии наук Она состоялась на этой неделе в пресс-центре РБК О необходимости оптимизировать систему управления РАН говорят уже не в первый раз Причем это мнение разделяют как премьер-министр России Дмитрий Медведев Так и министр образования и науки Дмитрий Ливанов В свою очередь представители РАН согласны, что структура Академии наук требует корректив Но торопиться с проведением реформ руководство РАН не намерено Печальный опыт 90-х годов заставляет с осторожностью относиться ко всем предложениям Если мы вспомним экономические и социально-политические реформы 90-х годов То мы можем четко увидеть, что они в общем-то свелись к приватизации наших наук и юбки В том числе Крослей И что примуло с собой разрушение сектора прикладной науки И сектора внутренней части будущего сектора науки Корень многих проблем собравшиеся видят в демографической яме В Российской Академии наук отсутствуют представители среднего поколения 40-45 лет Если кадровые проблемы будут решаться при помощи мер господдержки То результативностью научных разработок призывают заняться бизнес Если говорить об эффективности фундаментальных исследований То здесь Россия на четвертом месте приводит статистику сотрудники РАН Проблема лишь в отсутствии коммерциализации этих проектов Совсем недавно было сказано, что у нас в стране надо создать 25 миллионов новых рабочих мест Высокооплачиваемых наук и юбки Вопрос, а где взять эти места? Так вот, создать их можно только в том случае Если бы сейчас использовать те данные, те результаты фундаментальных исследований Которые проводятся в том числе и в нашей Академии Также общественность волнует финансовая самостоятельность Российской Академии наук А точнее отсутствие возможности контролировать распределение госсредств Здесь представители РАН предлагают следовать системе финансирования науки в развитых западных странах Где 60% бюджета формируется представителями бизнеса А 40% обеспечивает государство Вследствие к Юросити на этой неделе Национальное аэрокосмическое агентство США Объявило о планах отправить на Марс в 2016 году еще один космический аппарат Задача проекта «Инсайт» — проницательность изучения знаний о внутреннем строении и составе Красной планеты Представители НАСА выбирали из трех миссий, представленных в рамках программы «Дискавери» Можно было отправить аппарат для исследования Титана спутника Сатурна И одну из комет, двигающийся по приближенной к Солнцу орбите Выбор в пользу «Инсайт», по словам представителей агентства, был обусловлен относительно низкими финансовыми затратами на эту миссию Ученые уверены, что проект «Инсайт», который станет 12-м в программе «Дискавери», позволит лучше понять различия между Землей и Марсом Руководить разработкой проекта будет лаборатория реактивного движения Она принимала участие в создании марсоходов «Оппортунити» и «Кьюросити» Реализация проекта «Инсайт» будет проводиться совместно с Немецким аэрокосмическим центром и Французским национальным центром космических исследований Бюджет миссии составляет 425 миллионов долларов, а продлится она около двух лет Об экономике в исторических стенах 1 сентября свои двери для студентов Российского экономического университета имени Плеханова откроет первый корпус Старейшее здание вуза реконструировали два года Задача решалась при двух главных условиях Современную инфраструктуру создать, историческое наследие сохранить Тему продолжит наш корреспондент Мы пока вернулись не в наш мир Мы оказались в мире, который еще не родился Смотрите Я не знаю, что это, но это красиво В конце фильма «Лангольер» и его герои, пережившие массу приключений, попали в момент рождения нового мира Из пустоты Подобное чувство могут ощутить не только персонажи фантастической ленты Похожие впечатления в эти последние дни августа оставляет Российский экономический университет имени Плеханова Здесь перед началом учебного года тоже пусто И почти все готово встретить будущее Будущий учебный год и будущих студентов Один из знаковых моментов для университета – открытие первого корпуса Первого во всех отношениях Ему более 100 лет Именно здесь учились студенты тогда еще коммерческого института Если бы они каким-то чудесным образом перенеслись на 100 лет вперед и попали в наше время То, скорее всего, просто не заметили бы разницы При реконструкции зданий исторический интерьер постарались воссоздать в малейших деталях Впрочем, современность все-таки внесла свои коррективы Появились лифты, подъемники для инвалидов, пандосы Современная инженерная инфраструктура появилась Сети связи проложены были, отвечающие требованиям к современной организации учебного процесса Ну, естественно, и сохранены исторические интерьеры Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать мост преемственности от наших предков, так сказать Которые создавали университет, коммерческий институт в начале еще прошлого века И к современным технологиям Под охраной государства находится одна из аудиторий исторического корпуса Здесь когда-то глаголом вжег Владимир Ленин В ближайшее время здесь будут выступать лекторы перед будущими экономистами А это здание находится под строгой охраной вахтеров Общежитие вуза тоже ждет студентов Здесь отремонтировали и утеплили фасад Но главная гордость тех, кто отвечает за ремонт корпусов в фойе Кстати, конкурс в это комфортное здание пройти не легче, чем поступить в сам университет Мест 855 Студентов в Плехановке несколько тысяч Выбирают из самых достойных Судят по успехам в учебе и общественной работе Спортивные достижения тоже не помешают И для того, чтобы они были, в вузе создают особые условия У нас функционирует 4 спортивных зала То есть это тренажерно-боксерский зал, в котором мы находимся сейчас То есть у нас здесь проходят тренировки по боксу, карате, кикбоксингу Также студенты занимаются армрестлингом, силовой гимнастикой и в тренажерном зале соответственно Также у нас есть зал групповых программ в соседнем здании То есть современная фитнес-студия, которая была тоже открыта в том году Там у нас уже, соответственно, проходят занятия по аэробике, йоге, чирлидингу, танцам Самым различным, как хип-хоп, так и бальные танцы Реконструкция первого корпуса и ремонт общежития – это лишь верхушка строительного айсберга Плехановки Макет зданий вуза воссоздает образ будущего университета На очереди капитальный ремонт второго и четвертого корпусов и создание новых объектов В том корпусе, помимо того, что аудитории будут приспособлены к современным условиям учебного процесса Предусматривается также и реабилитация домовой церкви, создание исторических интерьеров В проекции будущего университета есть несоответствие уже существующей действительности Пару лет назад, когда создавался Макет, никто не мог предположить, что в 2012 году Основным украшением главной университетской площади станет цветом музыкальный фонтан Эта идея появилась несколько месяцев назад Пункт управления находится в первом корпусе Здесь решается, какая музыка будет звучать В соответствии с пожеланиями жителей соседних домов, чаще всего это классика Сейчас эти ноты смешиваются с менее мелодичным звучанием болгарки Но все это для того, чтобы 1 сентября главная площадь вуза встретила студентов в обновленном состоянии Мария Ермаченко, Никита Завада, Александр Стрельникова, телеканал Просвещение К началу учебного года готовятся и в регионах России Так в Челябинске для студентов Южноуральского государственного университета Откроется новое общежитие Ректорат вуза принял решение реконструировать здание вечернего инженерного факультета На данный момент в студгородке Юргу проживает более 3000 студентов Своей очереди на заселение ожидают около 700 человек В здании бывшего вечернего факультета с ноября прошлого года проводят строительные работы Правая часть здания уже отремонтирована Обустроены места для проживания студентов, общие кухни, а также душевые и санитарные комнаты 27 августа мы ожидаем первых жителей нашего нового общежития Это будут будущие пилоты, они здесь будут жить и учиться Ректорат университета в будущем планирует увеличить количество мест для проживания студентов На очереди реконструкция общежития номер один Строительные работы ведутся и в Казани Новейший космический центр появится на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарда Расположенной в 20 километрах от города Первый камень под строительство астропарка был заложен 22 августа 2011 года Прошел год и сегодня мы можем оценить первые результаты Рассказывает Алия Шарафуддинова Уже сегодня КФУ закупил оборудование на 127 миллионов рублей Идет активная подготовка сотрудников Бурно идет строительство, уже закончены работы нулевого цикла Выполняется монолитное бетонирование стен звездного зала Где-то строительные работы предусмотрены, закончат в сентябре этого года Затем будут делать внутренние отделочные работы Вот так будет выглядеть казанский планетарий Он станет не только развлекательным, но и учебно-образовательным центром Уже в следующем году татарстанцы смогут полностью окунуться в мир Вселенной Посетить звездный зал, понаблюдать за кометами в сферической проекции Прослушать лекции о космических явлениях Мы сейчас формируем штат для планетарий будущий Уже стараемся обучить людей, которые будут участвовать И самое главное, что мы сейчас осуществляем, я считаю, это самое главное Это привлекаем молодых сотрудников Казанского университета Это проект всего Приволжского региона Потому что таких объектов просто здесь не существует Планетарий – это часть будущего астропарка К 2015 году на территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарта Появится еще около трех десятков объектов научного, учебного и развлекательного характера Как решить проблему отцов и детей? Как помочь юным москвичам выразить свое мнение? Как привлечь внимание к проблемам их страны? На эти и на многие другие вопросы в рамках второго московского конкурса Профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики Отвечали молодые специалисты Что волнует современную молодежь? По данным интернет-исследований этого года Подавляющее большинство молодых людей в России На первые места в шкале интересов ставят Учебу, перспективы будущей профессии и семейные отношения На вопрос об основных опасениях аналитики получают следующие ответы Страх террористических актов и неопределенность будущего Около 80% российской молодежи главной целью считают достижение личного успеха И не принимают участие в политической жизни страны В свою очередь представители молодежной политики считают Что именно деятельность юных активистов способствует развитию России Оксана Горшкова создала проект Члены которого ведут активную общественно-политическую деятельность Это молодая группа 15 активистов, 15 лидеров Они работают на всю молодежь района То есть это такая, знаете, некая элита получается Они проводят турниры по ораторскому мастерству Таким образом выявляют наиболее активных ораторов Лидеров, способных потянуть за собой большую часть молодежи Проекты, прошедшие окружную тур конкурса Были представлены на городском уровне Как говорят члены жюри, оценивать работу и выбирать из них лучшую Далеко не легкий труд Однако, несмотря на это, было выявлено несколько фаворитов Мне особенно запомнились проекты в части работы молодежного совета Как реальный механизм включения неравнодушной молодежи Живущей как раз на территории округа в принятие решений Церемония награждения победителей состоится в сентябре 2012 года Прошедший городской тур конкурса отправится на следующий этап соревнования Который пройдет в Новосибирске Виктория Потрошкова, Никита Завада, телеканал Просвещение Рисовать, танцевать, создавать арт-объекты и играть на музыкальных инструментах Каждому ребенку помимо общего необходимо и дополнительное образование Задача родителей определиться в многообразии возможностей Этому помог фестиваль «Яркие люди» Он состоялся в парке Горького Уникальные мастер-классы лучших педагогов Москвы Летающие акробаты из Австралии 3D-граффити, картонные дворцы и дождь Но он не смог испортить праздник Рассказывает Ольга Афонина Последние дни лета перед долгим учебным годом Время, когда можно еще порадоваться солнечным дням И полакомиться фруктами Пусть даже они и странные Странные фрукты Так переводится название группы «Стрэнчфрут» из Австралии Выступление австралийцев стало гвоздем фестиваля «Яркие люди» В «Стрэнчфрут» совмещают цирковое и театральное искусство А вот костюмов в виде фруктов у них пока нет Но обещали подумать над этой идеей А пока гимнастки красуются в костюмах придворных дам Наши героини – дамы из высшего света У них высокие шляпы и пышные юбки с турниром У них много секретов Они шепчутся между собой И делятся секретами со зрителями По тихий час отделу время Грозовой дождь внезапно напомнил о приближении осени Впрочем, мастер-классам он не помешал Шлепая по лужам, дети учились искусство в анимации А героями мультфильмов стали все те же фрукты и овощи Я, допустим, делаю мистера Швабраса Это черепашка, сейчас делаю панцирь Черепашка-уборщик Другие выбрали более серьезные уроки И решили повторить анатомию А кто-то попробовал себя в качестве художника Рисовали на бумаге и на песке Может быть, это первые картины великих мастеров Таких как 3D-граффитист Эдгар Мюллер Он признается, что когда начинал рисовать граффити Не подозревал, что так прославится Сейчас все спешат сделать фото На фоне его объемной картины дракона Пока ее не смыл дождь Мое первое граффити я нарисовал в 16 лет Я участвовал в конкурсе, который проводился в городке, где я учился Это был конкурс Мадонари Уличных рисунков Он существует 16 века Раньше художники рисовали на земле образ Мадонны Сейчас это любые рисунки Когда я увидел эти картины Я в них просто влюбился С тех пор я рисую граффити Такие мастер-классы помогут детям стать яркими людьми И совершенно не важно, будет ребенок поваром, танцором или финансистом Творческое начало всегда поможет ему отличаться от окружающих И придумывать интересные проекты Всем время мечтать строить воздушные замки А вот замок из СССР иногда получается построить намного сложнее Впрочем, эта практика может быть полезной Возможно, потом ребенок станет архитектором и будет строить настоящие дома Рождение нового мира в отдельно взятом университете Путешествие министра и создание звездных путей Таким мы увидели наше время Желаю хороших выходных До встречи на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова